Привет, друзья! Привет-привет! Вот вы не поверите, я нашла работу на Айла Уайт. Представляете? В конце концов, она на меня обрушилась, обвалилась. Когда уже я ее не ждала. Вот сейчас вам покажу. Вот этот вот премьер у нас магазинчик, видите? Я сейчас тут зашла. Воды купила. Еду с работы. Вечер уже. С работы еду. Вот такая я деловая теперь. Просто не представляете. И зашла в этот магазинчик. Хочу вам показать. Индусский. Вот видите, индусы. Его держат. Вот сейчас один из них вышел, выглянул. Они меня уже тут знают. Это недалеко от моего дома. Магазинчик. Вот красиво очень. Вот, друзья. Так что вот я сейчас немножко расскажу вам о той работе, которую я нашла. Я вам уже там одно видео сняла. Так скоренько-скоренько. Быстренько-быстренько показала. Ну, в общем, что? Тут можно, знаете, и посмеяться, и порадоваться, и погрустить. И все вместе получается у нас. Потому что, вот смотрите, я в своем возрасте уже далеко за пенсионным, когда еще здесь у меня три года ждать пенсии. Вот представляете, как классно. Ну и, в общем, не думала я и не гадала, что мне придется опять после 60 лет работать, начинать. Как молодая практически. Так вот, друзья, работа у меня получилась part-time, частичная занятость. И, в общем, всего 20 часов в неделю у меня получается по минимальной ставке. Работа на ресепшене, как я сказала уже, в отеле. Отель маленький, семейный. Что значит семейный отель? Вот его держит семья, то есть муж-жена и дочка с мужем значит их. Вот, то есть 4 человека, вот они держат этот бизнес, вот они там сами работают и также вот привлекают людей со стороны. Ну и, как вы понимаете, денежки тоже, как я говорила, считают они все, экономят, поэтому набирают людей как можно меньше. Вот, в частности, когда меня они брали на работу, они сразу сказали, что вы знаете, помимо того, что вы будете оформлять посетителей, приезжающих на ресепшене, оформление документов, я это знаю, я работала в отеле, уже для меня все знакомо там. Вот, ну и помимо этого, если я, значит, всех оформила вовремя, люди разместились, показать им комнаты, как что разместить, ну и потом, если остается время, то я должна эти все часы отрабатывать по полной. Здесь так не получается, что я на ресепшене, допустим, сижу, у меня нет посетителей, и я продолжаю там сидеть. Ничего себе подобного. Значит, вот, как только все визитеры, все посетители, туристы размещены по номерам, я должна еще так же идти смотреть какие-то комнаты, сервис проверять. Если не хватает там что-то, добавить, доложить. Если нужно убрать постель, то постель убрать. Ну, то есть, вот, еще и в качестве горничной. Также, значит, я должна какую-то часть работать. Также, если будет очень занято в ресторане, или на завтрак, или обед, то, значит, нужно и в ресторане помогать. То есть, вот такой вот у нас семейный бизнес. Ну, а так как мне выбирать не приходится, тут я не могла вообще никакой работы найти, то, конечно же, я и согласилась на эту работу. Хотя, не сказать, конечно, что я очень довольна, потому что сейчас как раз июль месяц, и у нас прекрасная погода, и я же, в общем-то, на пляже была и отдыхала. Вот, а теперь надо работать. Вот я уже подошла к своему дому, кстати. Вот, показываю вам свою грядку с цветочками. А не только-только я их посадила, жара, нужно поливать постоянно. Это моя любимая петуния, здесь и бегония. А там вот еще красная герань. Вот. Ну, я думаю, что вы, наверное, помните. Эти грядки уже я вам показывала, и вот здесь тоже у меня цветы. вот видите, подвесная, вот такая, очень красивая, тоже с геранью. Это тоже я посадила. И вот здесь еще вот такая очень красивая подвесная клумба. Это махровая герань и моя любимая петуния. Красавица, запах, друзья мои, не передать. А вот здесь еще, вы знаете, как ни странно, вот такой вот самосеянный мак вдруг у нас здесь пророс. Он таким огромными кустами стал расти. Я не стала его вырывать, думаю, наверное, какие-то красивые маки. И представляете, вот, посмотрите, опиум для народа называется. потому что эти маки, он утром расцвел, а вечером он уже опал. Там три каких-то листочка. И при том цвет такой, вот если вам видно, опавшие, видите, вот он такой какой-то бледный-бледный цвет. Ну, в общем, пусть растет называется. А вот так вот в настоящий момент выглядит наш садик за домом. Вот такой. дворик, садик тоже неухоженный. Вот кроме меня что-то никто больше цветов и не сажает. Вот видите, здесь по идее клумба бы должна быть. И у меня, когда я сюда только приехала, у меня были мечты вот эту клумбу оккультурить, посадить цветы. Но, вы знаете, что-то как-то никто, кроме меня, особо не жаждет этим заниматься. Вот видите, мои окна недалековато, поэтому думаю, а я там перед дверью посадила цветы, да и ладно, и хорошо. Потому что что-то никто больше и не хочет из моих соседей. Так что, друзья, вот так. Не ждала, не гадала. И в самый месяц, когда люди идут в отпуска, я на себя взвалила. Вот это вот нашла работу, скажем так. посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю, что значит частичная занятость. Вы, наверное, представляете, что это такое. То есть, это неоплачиваемый абсолютно отпуск. Вот сейчас говорят, что у них все время занято, будет до января месяца нужно работать. Вот это вот, значит, частичная занятость. А в январе, скорее всего, значит, вот они отпускают людей в отпуск. и отпуск не оплачивается, больничные не оплачиваются. И даже отчислений никаких не производится, потому что вот эта вот минимальная ставка на парт-тайм получается так, что они не хотят никаких отчислений ни в пенсионный фонд, никуда. Поэтому это, в общем-то, эта работа такая, чтобы просто, как говорится, что-то себе заработать на кормежку, на повседневное какое-то, значит, вот, время. А что-то на будущее тут ничего не получится. Вот я уже разговаривала со своими знакомыми. Тут многие работали уже вот в таких вот частных бизнесах, в отелях, еще в ресторанах, где, значит, вот держится вот этот вот семейный бизнес. Вот. Стараются платить минимум, и люди не хотят, и люди уходят. И вот, значит, что я могу сказать о том отеле, где я работаю, это, значит, там две женщины англичанки работают, и шесть человек иностранцев, вот я русская, две полячки, один из Прибалтики, мужчина, вот, и один, по-моему, какой-то араб. То есть, вот, вот такая вот история. ну, ну, а хозяева, конечно, англичане. Вот так, друзья, будем смотреть, буду вас держать в курсе, информировать, как что дальше, покажу вам свою работу, если там немножко у меня будет посвободнее время, покажу вам, что за отель, как это все там происходит. Отель три звезды, но он находится в самом центре Шанклина и сейчас очень-очень busy time, вот, время каникул, поэтому постоянно занято все, ну, и, в общем, работы полно. Вот, друзья, пишите свои комментарии, жду вас на своем канале опять. Спасибо большое вам. Thank you. Спасибо, что смотрите мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.